Спасибо, господин председатель. С тяжелым сердцем мы проголосовали за резолюцию, и мы понимаем огромные потери ненужной, навязанной войны в Украине. Более 20 тысяч человек являются в ВПЛ в связи с незаконной аннексией Крыма. По крайней мере, 5665 человек погибли с объявлением прекращения огня в сентябре прошлого года. Из них 2000, поправляется оратор, погибли с сентября прошлого года. 14 тысяч пострадали. Полтора миллиона вынуждены были убежать. УВКПЧ заявляет, что дальнейшая эскалация станет катастрофой для 5,2 миллионов человек, проживающих в конфликтной зоне на востоке Украины. С момента провозглашения прекращения огня в Минске в сентябре 2014 года боевики захватили приблизительно 550 квадратных километров территории Украины и продолжают продвигаться. Их продвижение сопровождается потоком российского оружия и тяжелых вооружений, в том числе в рамках так называемых гуманитарных конвоев. За последние несколько недель расширились нападения на города Мариуполь, Краматорск, Артемиск, Счастье и другие. Даже когда мы разрабатывали меры и меры Минских соглашений, просочилась информация о том, что российские танки проезжали по украинской земле и вызывали многочисленную гибель людей, в том числе детей. Украинский город Дебальцево окружен и сейчас против него начинается нападение. Украина держится. Вооруженные уголовники продолжают свое нападение на Дебальцево, угрожают продвигаться смертоносно и дальше к Харькову. Да, конечно, совет должен высказаться, но мы знаем, что предыдущие прекращения огня, либо в двеностороннем порядке, объявленной правительством Украины, либо созданы в соответствии с Минскими соглашениями, были нарушены. И недавнее соглашение уже нарушается. Сейчас поддерживаем Россией боевиками. Танки, гаубицы, грады, торнадо, все это используется на востоке Украины. Только самый наивный может считать, что боевики могли бы развязать такую войну без внешней поддержки, без прямой российской поддержки. Так называемые сепаратисты выдохлись бы, и их бы уже не существовало несколько месяцев назад. Мир был бы восстановлен, тысячи жизней могли бы быть спасены. Вместо того Россия поддерживает и вооружает, защищает их. Россия непосредственная сторона конфликта, и она несет главную ответственность за тот конфликт, который вгрызается воплоть Украины. Господин председатель, конечно же, резолюция, которую мы сегодня приняли, несовершенна. Но это единственное, что мы можем принять. Для того, чтобы это заработало, все стороны, в том числе Россия, должны выполнять свои обязательства полностью и безоговорочно, в том числе Минские соглашения с сентября 2014 года. Эти соглашения не должны нигде раствориться. Пакет мер, который согласован 12 февраля, не должен и не может толковаться, как подмена сентябрьских договоренностей, а только меры, направленные на их осуществление. Мы знаем очень хорошо, что необходимо сделать. Российские войска и вооружение должны уйти с территории Украины. Жизнеспособный механизм мониторинга ОБСЕ должен быть создан для обеспечения прекращения огня. Россия должна положить конец поддержке незаконных военных формирований, которые действуют на востоке Украины. Украина должна восстановить контроль над международной границей с Россией без каких-либо предварительных условий. Гуманитарный доступ следует обеспечивать. Следует обеспечивать соблюдение международного гуманитарного права, международного права, прав человека. Все незаконно задержанные должны быть отпущены, в том числе украинский пилот Надежда Савченко. Это единственная женщина, которая служила в ОПМ в Ираке. Сейчас она незаконно содержится в Российской Федерации. Она должна быть отпущена в рамках пакетных соглашений, согласованного в феврале в Минске. Господин председатель, мира невозможно достичь безответственности. Много раз мы уже видели, что безнаказанность ведет лишь больше безнаказанности, что лишь подогревает круг насилия. В докладах у ВКПЧ постоянно отмечаются серьезные преступления и ужасающие безнаказанности в этих провозглашенных районах. Только за последнюю неделю фотографии главы самопроглашенной республики Захарченко были распространены с избитыми военнопленными. И другие нарушения также отмечались со стороны боевиков. Мы хотели бы вновь заявить о нашей четкой убежденности, что подотчетность и ответственность должна быть неотъемлемой частью этого пути из такой войны против Украины. За серьезные преступления необходимо привлечь к ответственности, в том числе тех, кто ответственен за то, что был сбит малайзийский самолет MH17. Мы настоятельно призываем Украину завершить процесс присоединения к Римскому статуту. После ужасов Второй мировой войны Европа продемонстрировала серьезное желание и возможность обеспечить примирение мир. То, что началось как примирение между Францией и Германией, что стало Евросообществом угля и стали, выросло в уникальную модель примирения и интеграции. И сегодня это Европейский Союз, который является моделью демократии мира, процветания и прав человека, который привлекает к себе другие европейские нации. И абсолютно неприемлемо и опасно повернуть часы вспять и уйти от примирения и солидарности сотрудничества, которое дало Европе столь долгий период мира. Продолжение нарушения России, Устава ООН, Хельсинского итогового акта и других соглашений лишь подрывает усилия по восстановлению международных признанных границ. В Минске президент России, Украины, Франции и Германии вновь подписались под суверенитетом, независимостью, единством и территориальной целостностью Украины. Хотя эти слова, к сожалению, были выброшены из сегодняшней резолюции. Мы ожидаем, что Россия будет выполнять свои обязательства. Настоятельно призываем ООН продолжать участвовать в обеспечении прочного решения конфликта за счет добрых услуг, посредничества, мониторинга, прав человека и представления гуманитарной помощи. Спасибо. Я благодарю Литву за это заявление.